Вы так подключились очень активненько, но позвольте мне сказать несколько вещей. Во-первых, это типичный русский мужчина, как кто-то вот здесь правильно выразился. Это мужчина, который в поиске, это мужчина, который имеет богатый опыт взаимоотношений, который встречается, он очень симпатичный, очень обаятельный, очень симпатичный, да, эгоистичный. Но та женщина, которая сделает с ним то, чему я учу, будет счастливой женщиной. Она не открывает тему о взаимоотношениях и любви, и причины, по которым мужчина включается в те или иные отношения. Смотрите, я хочу вам очень важную вещь сказать, дорогие мои девушки. Нравится вам или не нравится, такой типаж мужчины, да, согласны вы ли вы или не согласны, Вы должны понимать, что наша женская задача уметь каждого мужчину. Видите, когда женщина говорит, мне такой мужчина не нужен, мне такой мужчина не нужен, это говорит о том, что я с таким не справлюсь. Не такой уж это, так скажем, эгоцентрик, чтобы с ним не справиться. С этого мужчины можно взять много, много. То, что нужно женщине. То, что нужно женщине. Вот, поэтому не спешите. Я бы не хотела, чтобы вы так, знаете, мужчинами бросались, потому что этот нам не нравится, он недоступен. Этот нам не нравится, потому что тюфяк. И вообще вот так раскидали, раскидали, так скажем, пошли гордо и независимо в одиночестве. Признаю поражение, спасибо, Маша, спасибо. Давайте двигаемся дальше. Тот, кто захочет изучить, кто они такие мужчины, у меня специально есть вебинар о том, какие мужчины, о том, как мы их выбираем, о том, как прогнозировать отношения с тем или иным, о том, какие намерения у мужчины. Как их отличать друг от друга, кто из них потенциальный, кому давать, значит, шанс на построение таких отношений, кому просто сразу закрыть дорогу, чтобы не терять собственное время, да, и молодость с ними. Все это в вебинаре о мужчинах, пожалуйста. Но хочу вас предупредить о следующем. Я знаю, что очень многие хотят тот или иной вебинарчик, но хочу вам предупредить о следующем, что для того, чтобы для вас эффективным был этот вебинар, вы должны получить знания предыдущего. Умная, красивая, но до сих пор одна, и вы должны получить ошибки любви. То есть это поэтапное изучение, которое нужно все-таки знать о себе, кто я с этими мужчинами. Какова я с ними, как они меня видят, как они меня слышат, как они меня воспринимают. Если я об этом ничего не знаю, это первый уровень. Это первый уровень. Какова я в отношениях и ошибки любви, это первый уровень. Второй уровень, кто они, мужчины. Каковы они, и то, что я уже перечислила. И третий уровень, формула любви. Там я даю совершенно четкую формулу о том, кто я мы знаем, кто он я знаю. Вот мы сходимся с ним в таком пендемии. Поэтому просто, если готовитесь, я не дам вырванный материал. Как бы, нате, берите, знайте о мужчинах. Это включает предыдущий уровень. Иначе вы попадете в условие, что начнете манипулировать. И это не то, что нужно. Потому что теория любви имеет определенную систему, определенное формирование. И нужно следовать этой инструкции. Хотя мы, русские, не очень любим инструкции. Мы их никогда не читаем. Знаю по себе. Но в этом случае хочу, чтобы вы не пренебрегали этим. Так, мы спешим по времени. Поэтому нам нужно сейчас очень важно затронуть момент не только для тех, кто еще не в паре, но и тех, кто в паре. И на сегодняшний день у нас тема альтернатива разговору по душам, что очень важно понимать. Альтернатива разговору по душам. Теперь мы все знаем из того, что я пропагандирую. Вы перестаньте с мужчиной выяснять отношения, перестаньте с ним говорить. Почему? Почему? Потому что выяснением отношений мужчине мы даем понять, что нам это не нравится. Да? Вот, он понимает, значит, то, что вы действительно не состыкованы. И он с облегчением, наконец-то она уже тоже согласна, смирившись, убегает в освоясье. Правильно? То есть разговор по душам во взаимоотношениях, кто в паре, кто в браке, и кто там, скажем, даже там в 10-летнем, 20-летнем, 30-летнем союзе я исключаю. И теперь мы поговорим, какова альтернатива. Значит, если мы понимаем, что, что мы выясняем, что в отношениях нет чего. Чего нет в отношениях, что женщина пытается выяснить в отношениях. Чего нет. Ради чего женщина выводит мужчину на разговор? Правильно, Елена. Любви. Молодцы. Перспективы, планов на будущее. Любви. Правильно. Скажите мне, пожалуйста, можно ли с помощью разговора возродить любовь? Нет, нет, конечно. Нет, конечно. Что значит сложно, Оксана? Простите, пожалуйста. Вы думаете, что за счет разговора вы возродите в мужчине... Вы возродите в мужчине любовь? Разговоры мужчины не любят. И мы об этом знаем. И когда ко мне женщина обращается и говорит, что хочет с мужчиной поговорить по душам, правильно? Раздевайся и не плачь. Раздевайся и не плачь. Так мне советовала подруга, а я не могу. Послушайте. Послушайте. Простевайся и не плачь. Это замечательно. Послушайте. Когда женщина... Ох, вы меня отвлекли. Когда женщина говорит о любви для мужчины, это значит, что она хочет секса. Да. Раздевайся и не плачь. Замечательно. Да. Смотрите. Когда женщина призывает мужчину на разговор, это значит, что любовь отсутствует. Во всяком случае, от него к ней. И когда женщина после долгого, так скажем, долгих мучительных взаимоотношений говорит, ну когда же он, когда же он, в общем-то это. Тогда мы приходим к выводу, я помогаю женщине понять, что любви нету и нужно делать любовь. Любовь нужно делать. Женщины, любовь нужно делать. Любовь нужно возрождать. Если мужчина обратил на вас внимание, да, ого. Да, да. Если мужчина на вас обратил внимание, он потенциально ваш партнер. Теперь посчитайте, сколько вы раз лишили себя возможности начать отношения для того, чтобы быть любимой. Прежде чем начать разговор о любви с мужчиной, и понимая, что через разговор мы не сможем в нем возродить эти чувства, скажите себе стоп. Скажите себе стоп. Не делайте того, чего вы не знаете. Остановите себя, прежде чем сказать то, что не нужно говорить. Да, поэтому имейте в виду, мы не вселяемся в дом, который не имеет крыши, стен. Да? Вот имейте в виду, что, так скажем, прежде чем вселиться в дом, нужно понимать, нужен фундамент, нужны стены, нужны окна, крыши и двери. Правильно? Так вот, если ваши взаимоотношения, в которых мужчина вас не любит, вы в этом доме считаете себя без крыши, без дверей. Как вы будете жить в этом доме? Какой смысл для разговора? И прежде чем вот этот разговор состоялся, а он не может не состояться, он должен состояться, нужно понимать, в каких вы весовых категориях. Если вы проводите разговор для того, чтобы узнать только, что он думает о ваших отношениях, это значит, что ваши отношения зависят только от него, а вас в этих отношениях нет. Поняли? Очень важный момент. Это то, что факт, это то, что есть. Именно, именно, вот плачьте, плачьте. Субтитры сделал DimaTorzok